История Пушкинского дома ведёт своё начало с 1905 года. Сегодня известный во всём мире Институт русской литературы Российской академии наук органично соединяет в себе научные подразделения, бесценные архивные и музейные коллекции, сохранённые поколениями российских учёных. Особое место в Пушкинском доме принадлежит древлехранилищу имени Владимира Ивановича Малышева, который облатал безупречной репутацией защитника древней книги в среде староверов и коллекционеров книжности. Сегодня древлехранилище насчитывает свыше 12 тысяч кириллических рукописных книг и документов XII-XIX веков. Большая часть которых найдена во время археографических экспедиций института, а также коллекции рукописей, приобретённых или полученных в дар от собирателей и любителей старины. Найденные Владимиром Малышевым и его учениками произведения и литературы, созданные подчас безвестными деревенскими книжниками на протяжении XVII-XX веков в северопоморских деревнях, поселениях печорских староверов, стали настоящим открытием в научном мире, опровергая устоявшиеся представления о малограмотности русского крестьянства. В собрании древлехранилища Пушкинского дома находится один из самых уникальных, по сути, бесценных памятников духовного наследия России. Один из двух дошедших до нас бесценных автографов. Подлинная рукопись жития протопопа Аввакума, написанная им самим в Пустозёрске, исчезнувшем ныне городе, в нижнем течении Печоры. Эту находку передал в дар Владимиру Ивановичу Малышеву в 1968 году известный деятель прибалтийского старообрядчества, крупнейший собиратель старины, рижанин Иван Никифорович Заволоков, человек сложной судьбы. После 18 лет лагерей и ссылок он, великий сподвижник, не оставил поиски, продолжая искать древние рукописи, и в городе Серпухове обнаружил подлинник жития Аввакума, уникальную реликвию русской литературы XVII века. Великий деятель старообрядчества, исповедник, протопоп Аввакум, описывал свою биографию, свое знаменитое житие, духовное завещание потомкам, сидя в земляной тюрьме почти 15 лет, в пустозерской приполярной тундре, куда был сослан по цареву указу за великий на царский дом Хулы. Он необычайно живо и подробно рассказывает о своей жизни, о гонениях за веру, перенесенных им самим и его сподвижниками, о чудесах, которые совершал сам и которым был свидетелем, бронит патриарха Никона, его церковную реформу и исправленные им по греческому образцу церковные книги, отстаивает двуперстное крестное знамени и другие важные догматы старого обряда. Аввакум пишет свою книгу, открывая для русской литературы жанр автобиографии. «Житие» издавалось десятки раз в России, переведено на многие языки мира. Оно по праву занимает важнейшее место в истории русской и мировой литературы. Само литературное наследие Аввакума довольно велико. Оно насчитывает около 80 произведений, а фонд рукописных произведений Аввакума в древлехранилище Пушкинского дома Института русской литературы – один из наиболее заметных в стране. Именно здесь, к примеру, находится ряд посланий, писем и отрывков из разных ответов и наставлений, входящих в книгу бесед и книгу толкований и нравоучений, составляющих с ними одно целое, а также произведения Аввакума, включенные в отдельные редакции «Жития». Эти рукописи, переписанные аккуратным, полууставным монастырским почерком, с киноварными буквицами или неровными пляшущими буквами, рукой, больше привыкшей к ружью или сахе, или нервной скорописью сельского писаря, одинаково цены и значены. В них свидетельство глубокого народного почтения русского природного слова Аввакума – слово, услышанного сквозь четыре столетия. Евгения Акхай Акхай Выс помощью група фонар высот